Девушки отдыхают А не мюзик-холл Забудьте о технике Вы должны как следует завести клиента на всю ночь Короче У ваших гениталий шарики разные Говорит ему доктор Один деревянный А другой железный Парень непонимающе смотрит на доктора А тот замялся Не знает что сказать А потом Потом спрашивает Дети есть? Тот ему, да, двое Пиноккио три года Терминатору семь Это что, все? Да, черт возьми А кто такой Пиноккио? Пиноккио? Это кукла из деревяшки А терминатор железный Соль, не понял Слушать надо лучше Нормально я слушал? Нет, не нормально Я тебе каждый анекдот по три раза гоню А ты не въезжаешь Да чего въезжать в эту лажу? Терминатор Терминатор машина Он из металла, так? Но Почему ребенок Кукла? Я не понял Все, хватит Завязываем с анекдотами Больше не рассказываю Разденьтесь, пожалуйста Трусы снимать? Нет Так сойдет Возьмем анализ мочи Сестра Мне бы еще стаканчик А то не все влезло А я недавно ходил Либо поднатушьтесь Либо я веду кота Нет Ну вы огорошили Да Диспансеризация Нужная штука Это здесь? Тогда режьте Мы могли бы, но Могли бы вырезать Что значит ваше нос? Это значит, что у тебя опухоль И очень большая Она давит на мозг А это не к добру Слишком поздно И сколько мне еще? Нисколько Мой отец тоже От рака умер Вырезали все, что можно Но не помогло Все равно умер И сколько времени с тех пор прошло? Двадцать лет На сегодняшний день медицина значительно продвинулась В технике возможно Но против рака или спиды у вас ничего нет Всегда будут болезни, против которых мы бессильны Я понимаю ваше беспокойство Беспокойство? Знаете, что я считаю? Что смерть Очень неприятная форма бытия Идемте О, нет Что вы себе позволяете, Гербрест? Правила не для вас написаны? Это ваша койка Вещи можете повесить в шкаф Доктор Вортман К вам вечером еще заглянет А пока отдыхайте Спасибо Не за что А про сигареты доктор узнает И у вас будут неприятности Девушка Сделайте мне минет Или чайку принесите Субтитры сделал DimaTorzok В чем дело? Хотел убедиться, что все в порядке. Что в порядке? Я проверял, ты того или нет. Неохота лежать в одной палате с трупом. Я ведь не умер. Я пока жив. Вот и радуйся. У меня в голове опухоль с теннисным мячом. Если повезет, протяну еще дня три. Они так сказали? Слышал про сырком у Кости. Она как раз у меня. Мы, наверное, лежим в палате для будущих покойников. Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что ты свободен, и жизнь лишь началась. И губы сжет подруге поцелуй, пропитанный слезой. Я не был на море. Ладно, не заливай. Ни разу не был на море? Не довелось, не был. Уже постучались на небеса, накачались текилой. Буквально проводили себя в последний путь, а ты и на море-то не побывал. Не успел. Не вышло. Ты разве не знал, что на небесах никуда без этого? На небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь. И они почувствовали, что море впитало энергию светила в себя. И солнце было украшено. И огонь уже догорал в глубине. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там наверху тебя крестят лохом. Что же теперь поделаешь? Нам нужнее. Я нажму кнопку. Доктор, операция уже прошла? Да, ты уже в раю. Я Господь, а он Святой Петр. Салам алейкум. У меня же главный. Извините, пожалуйста, вы не знаете, где тут выезд? Вон там, слева. Слушай, у них тачка, как у нас. Что это я? Это я, наверное, с похмелья. Забудь, что я сказал. Руди, иди в машину. Никуда я не пойду. Какой же это разбой, если я ничего не взял? Ну, ты собираешься, парни. Тихо. У нас нет денег. Ребята, ну так же нельзя. Как нельзя? Против закона нельзя. Слушайте. Что? Хочу дать вам совет, а то пальчики уже затекают. Может, стоит продумывать действия перед нападением. Слушай, ты меня уже достал. Пушка настоящая. Верю, сынок. Только что ты можешь мне сделать? Время без двух минут десять. А в десять придет мой друг. Он из полиции. И придет вовремя. Просто проверить, все ли в порядке. Выпьет травяной ликерчик и уйдет, если убедиться, что все спокойно. Где Клаус? Какой Клаус? Я всегда прихожу по утрам, и тут обычно стоит Клаус. А, Клаус? Он болеет. Допустим, ты не врешь, и он болен. Что это за тачка? Это 230-й Мерседес небесного цвета. Небесного. А где водитель? Какой ты наблюдательный. Стой, 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 стой. Я угнал этот Мерс от больницы. Вместе с Руди. Что за Руди? Руди Вурницер. Он захотел на море, а машины у нас не было. Как добраться? Пешком? А Клаус вовсе не болеет. Разве что головой тронулся. Захотел примерить мой костюмчик. А мне что делать? Голым ходить. Так что он сидит теперь здесь, внизу, с заряженной пушкой Улба. Классно. Ну, ты даешь. Ликерчик за счет заведения, как обычно. Обычно он стоит 2,50. С Клаусом ты ясное дело договорился. Он твой друг, но у меня он стоит 2,50. Простите, у нас перерыв. Сегодня останетесь без обеда. Что-нибудь скажете, или так и будем стоять? Хорошо, у вас 3 секунды. Или вы скажете мне, чего я хочу, или эта пушка не игрушечная. Вы хотите наши деньги? Браво. Стольник тебе, все остальное в пакет. Шевелись. Меня зовут Мартин Брест. Как вы видите, я как раз граблю ваш вшивый банк. А то, понимаете ли, выбрал себе клевую одежку, а расплатиться не в силах. Камера звук не записывает, но слова я передам. Восемьдесят тысяч. Смотри на чувака. Ну, и что с ним? Какой костюм крутой.